Извини меня, не только вас, ты же сам, в общем, противоставлял себя Цою. Никогда. Нет, я тебе... Потому что я пел, мы не ждали перемен, но это нормально. Да, его программная вещь, перемен, мы ждем перемен, а твоя, ну, напомни. Ну, попозже, мы не ждали перемен, и вам их тоже не дождаться. И дальше? Ну, надо браться, удержаться от... Ты спеть не можешь? Нет, ну, не стоит. Просто я хочу сказать следующее, что это нормально. Нет, ну, это абсолютно прямая полемика. Почему нет? Нет, потому... Почему нет? А, ну, полемиков, которые ты проиграл. Да ладно. Потому что, ну, вы не ждали перемен, у вас перемены-то произошли. Это формально они произошли. Давай так не будем, а то я тебя сейчас разнесу в другой область. Разнеси меня. Но ваши перемены, которые вы считаете переменами, не произошли. Да. И мои перемены не произошли. То, что более-менее свободный рынок, а перемены не произошли. Прости. То, что раньше было в квартирниках, если мы говорим все-таки... В квартирниках. А у нас было на сцене. На сцене... Что было? На сцене мог петь свой репертуар. Конечно. А что я делал, интересно знать. Здесь охотно венчают героев, но в могилу сперва упекут в декабре 80-го года. Ты меня прости. Это было в эфире центрального телевидения? В эфире центрального телевидения? Этого не было. Ну и Цоя не было в эфире центрального телевидения, пока, к сожалению, его не стало. Цоя привел Мукусев во взгляд, и он появился на первом... А меня во вашем взгляде вырезали, так что я не очень хорошо понимаю. Да, я понимаю, но не очень понятно. А я могу ответить на этот вопрос? Нет, ты был во взгляде, я все-таки... Да я помню, песня о Высоцком спустя 15 лет. Я не про это говорю, я говорю про то, вот ты меня спрашиваешь и не даешь ответить. Это профессия такая, Саш. Ну, тогда не спрашивай. А ты отвечай. Нет, вопрос очень простой, его можно задать. Что происходит вот в медиа, да, и не в медиа? Когда нас пытались поссорить с молодежью, вот с этой, и с Соем... Прям вот пытались поссорить? Пытались, это было очевидно. Но было письмо знаменитое в горком партии. Напомни мне, я... Ну, это я не буду называть фамилии авторов, они живут до сих пор. Нет, ты назови фамилию авторов, а что это такое? Ну, я вот не знаю, Саш. Да люди, которые смотрят эту программу, знают. Ну, не, ну ладно, ну скажи мне-то, я же тебя прошу. Ну, что такое-то? Тем более, если все знают. Ну, кто? Тройцкий, что ли? Да, конечно, ты сказал, знаешь, как ты... Короче, что эти музыканты зажрались, заелись, сволочи-падлы, а мы истинные, там, хорошие. Я после этого в рок-лабораторию пришел, разнес всех там в щепки, мы подружились, выпили, и все закончилось. Но ты знал, что это ГБшная вообще такая структура. Ну, конечно, это акция была ГБшная. Но дело даже не в этом, что это была акция ГБшная. Дело в том, что не удалось поссорить. Потому что я пришел к ребятам и сказал, мужики, вы только-только начали играть, и вам пока денег не платят, потому что вы играете хреново. Но через некоторое время вы научитесь играть лучше, у вас будут замечательные жизни, прекрасные... То есть это твой тезис, что платят хорошо тем, кто хорошо играет и хорошо поет? Да, и так оно и получилось. Ну, Саш, ну... Ну, как нет? Ну, так оно и вышло. Все, кто был интересен, им стали платить. Саш, ну ты реально живущий гений. Ну и что? Ладно, перестань. У тебя гениальный репертуар, у тебя гениальный голос. Ну, сейчас о Вите говорим. Ну, вот Витя зарабатывал все-таки больше, чем ты, вот в период... Ты что, смеешься, что ли? Ну, конечно. Ну, перестань. Ну, перестань. Перестань, не смеши меня. Разве нет? Больше меня только Высоцкий зарабатывал. Ну, не надо. Разве нет, в 80-е, 90-е годы... Да ну ты смеешься, что ли? У Вити было два-три больших концерта. Все. Не надо вот придумывать... Сейчас придумывается колоссальное количество историй. У него было два или три великих концерта. Понимаешь? Удивительных. И по приему публики. Да, драйв там был, да. И по драйву, и по заработку, и так далее. И вот человек на взлете вдруг уходит из жизни. Понимаешь? Это жутко, ужасно. Это просто отвратительно. Понимаешь? Просто у нас... А может быть это хорошо? У меня была просто трагедийная ситуация. Вот понимаешь, вот сейчас бы он был бы там... Ну, кто это все знает, кем бы он был бы сейчас? Давай вот это... Ты бы можешь представить на корпоративах? Вот Виктора Цоя? Почему нет? Ты считаешь, что он мог бы вписаться в такую историю? А какая разница? Какая разница? Ты делаешь свою музыку. Ты делаешь свое искусство. Ты его делаешь вне зависимости от того, где ты находишься. Это не имеет значения. Настоящий профессиональный человек делает так. Это... Это однозначно. С вами было четкое ощущение, что он такой проводник из космоса. Да это ваши такие штуки. Ну, ты не считаешь, что... Ну, медийные штуки. Да это интересно. Хорошо. この часу... Ну да... Нам же победал матчи. Ну менее, бы я и на заплату не было уже может round addresses. На то что, яfrontную сотню, мы выagon и мамы. Мастенько... choing... М elections... У бой. Ты тут расплажи... Ну к детям... Мастенько...